МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир нашего телеканала продолжает выпуск новостей в студии Анастасия Петраш. Здравствуйте и смотрите сегодня. Реконструкция Амурского областного дома народного творчества, строительство ледовой арены в Амгуеве, физкультурно-оздоровительного центра в селе Чигири. Учреждения, в которых сейчас идет ремонт, а также строящиеся социально значимые объекты, проинспектировал губернатор Василий Орлов. Должны проверить почти 900 объектов. В Приамурье продолжается приемка образовательных учреждений. Одержали победу. С разгромным счетом юные благовещенцы приняли участие в международных играх по футболу в Хээхэ. Набоечная роспись, гончарное мастерство, ткачество. В Приамурье прошел творческий слет орнамента рассказа «Узорный». Ну а теперь об этих и других темах подробнее. Реконструкция Амурского областного дома народного творчества завершится в 2025 году. Ранее планировалось, что ремонтные работы закончатся уже в этом. Однако из-за выявленных скрытых дефектов и изменившихся строительных требований срок сдачи пришлось перенести. Учреждения, в которых сейчас идет ремонт, а также строящиеся социально значимые объекты в Благовещенске и в Благовещенском округе посетил губернатор Приамурья. Наш корреспондент расскажет подробнее. Будет рунитом восстанавливаться. Все будет в таком вот виде. Восстановить кирпичную кладку внутри и снаружи здания, усилить колонны, стены, подвалы и фундамент – это лишь часть масштабной реконструкции, которую специалисты ведут одновременно на двух объектах 1901 и 1952 годов постройки. Восстанавливать приходится буквально каждый уголок. Основная задача – сохранить исторический вид. Это мы сделали при ямке, чтобы вода оттуда не попадала. Полностью по каждому окну мы выполнили при ямке. Окна будут здесь пластиковые стоять под старину. Реконструкция бывшего дома офицеров проводится в рамках президентского нацпроекта «Культура». Готовность составляет 70%. Около полусотни специалистов монтируют электропроводку, систему отопления, усиливают оконные проемы, восстанавливают лепнину и штукатурят фасад. На 30% готов физкультурно-оздоровительный центр в Чигирях. Он возводится в рамках нацпроекта «Демография» и будет самым крупным в области. Уже залита часть перекрытий первого этажа, идёт монтаж металлических конструкций, армирование и бетонирование плиты спортзала. Уложенные коммунальные сети ведётся подготовка к благоустройству. Мы к устройству поступаем в середине августа. Сети здесь проводят, ливневая канализация проводит, бытовая проводит. То есть здесь можно, чтобы начинаем этот устройство, выгрузимся. А будущая ледовая арена «Амгу» готова на четверть. Залит фундамент смонтированной металлоконструкцией. Сейчас идёт армирование, подбетонирование полов, монтаж стеновых панелей, крыши. По результатам рабочей поездки губернатор поручил властям Благовещенского округа и Благовещенска тщательно контролировать работы и отметил, что для катка и находящегося рядом бассейна «Амгу» нужно проработать варианты единого благоустройства территорий. Ирина Батина, Амурско-областное телевидение. 86 зданий образовательных организаций Благовещенска прошли приёмку к новому учебному году, которое завершится 7 августа. В их числе школы, учреждения дополнительного образования и детские сады. К слову, в дошкольных учреждениях в этом году не только выполнили необходимые требования по безопасности, но и внедрили новые методы работы с детьми. Денис Блащук расскажет подробнее. Это наша голокамера, она же солевая пещера. Стены помещения покрыты так же, как и пол солью. Детский сад номер 14, который располагается в районе Судоверфи, прошёл приёмку одним из первых. Здесь провели все необходимые мероприятия и выполнили требования комиссии. Но кроме подготовки к новому учебному году, в учреждения особое внимание уделяют здоровью своих воспитанников. Недавно здесь открыли бассейн, а в этом году оборудовали солевую комнату. Наш детский сад посещают часто болеющие дети. И открытие голокамеры является одним из необходимых мероприятий для детей часто болеющих, для укрепления их иммунитета, здоровья. Сама камера помогает детям пройти адаптацию к детскому саду более безболезненно, потому что у них повышается иммунитет, меньше болеют. Тем временем проверка образовательных организаций к новому учебному году в Преамуре продолжается. В Амурской столице межведомственной комиссии предстоит проконтролировать готовность 114 зданий. Большая часть приёмку уже прошла. На особом контроле амурских спасателей учреждения, которые посещают дети, важно проверить не только документацию, но и реальное исполнение требований. Производится обследование различных объектов образования на предмет защищённости и готовности к новому учебному году. Проверяется исправность и работоспособность систем пожарной сигнализации. Также проверяется содержание пожарных выходов, наличие первичных средств пожаротушения, готовность персонала к началу нового учебного года. Проверка проводится уже с 22 июля. За это время проинспектированы 86 зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования Благовещенска. Во всех организациях значительных нарушений не выявлено. Были небольшие замечания, которые мы в период приёмки, даже замечания были устранены в день, когда приёмка приводилась. Это небольшие такие замечания по, скорее всего, поведению документов. В основном школы все подготовились и детские сады к началу учебного года хорошо. Они провели косметические ремонты, подготовили всю документацию и провели все свои мероприятия в соответствии с требованиями, которые к ним предъявляют проверяющие организации. Завершится приёмка образовательных организаций 7 августа. В случае выявления недочётов у сотрудников будет время на исправление, чтобы родители были уверены, что их дети в безопасности. Денис Облащук, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Инвалиды, передвигающиеся на колясках, могут получить социальную выплату на приобретение стационарных подъёмников или обустройство пандуса внутри подъезда и на входе в дом. Постановление о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки инвалидам утвердили в Амурском правительстве. Также на эти средства можно приобрести мобильный подъёмник, расширить дверные проёмы, установить доводчики, поручни и другое. Размер компенсации зависит от направления расходов и варьируется от 30 до 400 тысяч рублей. Чтобы оформить меру поддержки, нужно обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. Выплату можно направить на адаптацию только того жилого помещения, в котором зарегистрирован инвалид, уточнили в региональном Минсоцзащиты. И к другим темам. В Благовещенске спасли женщину, которая чуть не утонула в Зее. Её вытащил из воды очевидец. На месте работали сотрудники ГИМС и поисково-спасательного отряда МЧС, а также врачи скорой помощи. По предварительным данным, Амурчанка отдыхала с компанией и решила искупаться. Однако её начало уносить течение. Женщину спас очевидец. Врачи бригады скорой помощи оказали ей первую помощь и доставили в больницу. Всего с начала купального сезона утонули 18 человек, из них пятеро детей. Спасены 12 человек, в том числе три ребёнка. Схроны с оружием находят в лесах Преамурия инспекторы госохотнадзора. На прошлой неделе только в Шамановском округе обнаружено 4 спрятанных ружья и патроны к ним. В июле карабин военных лет был найден охотоведом в 15 километрах от села Талданского родинского округа. Как рассказали специалисты, такие оружейные схроны делают браконьеры для незаконной охоты. Подобные схроны не раз обнаруживали инспекторы во время охранных мероприятий в охотугодьях области. Часто оружие находят и обычные амурчане. В случае такой находки нужно позвонить по номеру 112 и вызвать сотрудника полиции. Также в полиции рассказали, что за прошлый год амурчане сдали более 600 единиц оружия. Столько же уже принесли в этом году. Из них 12 единиц вообще не были зарегистрированы. Стратегия скорости и точность удара. Юные благовещенцы приняли участие в международных играх по футболу в Хэхэ. Подготовку к состязаниям они вели с помощью тренера из Москвы. Он поделился опытом не только с футболистами, но и с их наставниками. Обучение прошло на стадионе «Спартак». Как тренировались ребята, расскажем далее. Падение, когда, например, контролируем, заходим в чужую половину поля соперника. Не каждая передача – выход один на один. Ее нужно подготовить. У вас есть возможность просто набирать передачи по периметру, крутить мяч просто как квадрат 6-2 или 5-2. Умение играть в пас – один из важных навыков. Он помогает создать больше голевых ситуаций на поле и реализовать их. Об этом «Динамовцам» рассказал старший тренер юношеской сборной России Валентин Гава. Он 10 лет работает с детьми. Столичный тренер готовил футболистов к выездным матчам в Хэйхэ. Я сюда приехал и совершенно не длительное время здесь буду с детками. И да, какие-то основные такие базовые моменты, но больше, наверное, общение происходит с тренером. И больше, наверное, тренером подсказываю, на что лучше в дальнейшем обратить внимание и что лучше детям скорректировать, потому что он в каждодневной работе с ними находится. И им проще его воспринимать. Я лишь только тот человек, который приехал, создал для них эмоции, создал для них хороший какой-то мотивационный фон. А дальше уже работа здесь в Благовещенске предстоит большая, чтобы им попасть в команду мастеров и, возможно, когда-то в сборную страны. Основное преимущество у современных китайских футболистов – дисциплина, считает столичный гость. Однако любой соперник будет по плечу, если прокачивать игровое IQ. Интеллект, так же, как и техника, важен на поле, рассказывает 14-летний полузащитник Леонид Кобзарев. «Упражнения, которые нам дают, очень нравятся. Они более интересные, новые для меня. Например, сейчас мы должны делать разозрающие передачи и плюс к этому делать два касания через одно». Вместе с ребятами на поле их тренер Александр Яшан. Перед тем, как стать наставником, он 10 лет занимался футболом на профессиональном уровне. В том числе 4 года играл в клубе «Амур-2010». «Ввиду удаленности нашего региона, к нам довольно-таки нечасто приезжают тренера с таким опытом, ну, тренера молодежной сборной России, и поэтому каждый такой приезд для нас очень важен. Мы, конечно же, делимся, с нами делятся опытом, и мы стараемся черпать как можно больше информации, чтобы потом доводить их до своих уже детей. Футбол, он меняется, и поэтому тренировочный процесс, он меняется, игровые стили меняются, схемы расстановки игроков. И вот больше таких технических и тактических моментов мы стараемся как можно больше узнать от тренеров». При Амуре в Хэйхэ представили три команды. Игры проходили со 2 по 4 августа. Уже 10-го динамовцы отправятся в Шеньян, где примут участие в международном турнире Кубок мира. Всего спортсмены сыграли 8 игр. В пяти из них наши ребята одержали победу. Причем в возрастной группе до 12 лет амурским футболистам удалось обыграть китайских с разгромным счетом. Более 400 танцоров серебряного возраста приняли участие в 8-м фестивале «Серебро Амура». Он проходил 3 августа в Благовещенске. Танцевальные номера представили 22 команды из Амурской области и 2 из КНР. Очередной фестиваль посвятили десятилетию танцевально-оздоровительного движения Амурской области и Году семьи. Он прошел под девизом «Россия, патриотизм, победа». Под звуки современных композиций и песен военных лет танцоры исполняли сольные и командные номера. Кстати, средний возраст участников составил 68 лет. Мизенская и набоечная роспись, плетение кукол, гончарное мастерство. В Преамурии прошел творческий слет орнамента «Рассказ узорный». В нем приняли участие мастера из Амурской области, Хабаровского края и Якутия. Акцент сделали на особенностях старославянского искусства. Некоторые секреты этого направления узнала и наша съемочная группа. Вот, любой цвет, любой размер, видишь, и сколько. Выбирай, что тебе хочется. Ага, красный. Давай, иди тогда. Мастер-класс по набоечной росписи. Один из самых необычных и интересных, признаются участники слета. Большинство из них уже опытные умельцы. Однако подобный вид декоративно-прикладного искусства многие пробуют впервые. Орнамент на предметах быта и одежды во всех культурах служил прежде всего оберегом для людей, а потом уже украшением, рассказывает автор мастер-класса Галина Ананенко. Обереги, которые обозначают символика, это природа, которая дает силу человеку. Это знаки солнца, земли, воздуха, огня, воды. И когда все эти силы рядом с человеком, человек вживается как бы в мир, он является частью этого мира, и получается такая гармоничная жизнь человека. Орнамент с деревянного штампа можно наносить на ткань, кожу, глину и даже стекло. Я сейчас рисую по коже. Я выбрала солнце, то есть растительные мотивы. Понравлюсь мне, потому что они, наверное, более какие-то народные, душевные. Сестры Светлана и Любовь тоже впервые работают в такой технике. Говорят, чтобы не отставать от мастера, подготовились заранее, изучили значение каждого символа. Онлайн мы вступили в группу, и в группе нам было множество презентаций, фотографий. То есть мы предварительно с этим ознакомились, а уже здесь мы очно общаемся и в очном формате все это изготавливаем. Еще одна площадка, которая в день слета пользовалась особой популярностью – мастер-класс по техникам и технологиям ткачества. Его организовал народный мастер Амурской области Евгений Сучков. Следующий круг вы немножко отступаете от предыдущего на 2 мм. Также участники слета познакомились с мизинской и авторской росписью, пробовали себя в плетении куклы-оберега и гончарном искусстве. И, конечно, изучили техники создания орнамента на православную, народную и региональную тематику. Всего за неделю работы областного творческого слета прошло около 20 мастер-классов. А посетили их почти 40 мастеров из Преамурья, Хабаровского края и Якутии. Мы хотим, чтобы мастера, и это уже происходит, мы у них у всех берем интервью в рамках слета, не просто сами научились и выросли, и духовно, и как мастер, но они это транслировали в рамках семьи, своим ученикам на своих творческих площадках, открывали свои мастерские, становились самозанятыми, зарабатывали на этом. Слет мастеров – орнамент и рассказ «Узорный» организовали в рамках проекта президентского фонда культурных инициатив. Осенью работы участников, всего их порядка 120, представят на итоговом фестивале «Узорных дел мастера». Екатерина Талалай, Дарья Крамарева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. На этом наш выпуск завершен. Увидимся в эфире Амурского областного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова